Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, это программа Экстра Раунды, меня зовут Асламбек Бадаев. Сегодня у нас в гостях боец клуба Беркут, выступающий в лиге ACA, Расул Шавхалов. Субтитры подогнал «Симон» Расул Шавхалов, боец ММА, представляющий клуб Беркут, он выступает в лиге ACA. Рекорд Расула 17 побед и 6 поражений, причем 11 своих успешных поединков он завершил досрочно. Также Шавхалов является победителем Кубка мира по ММА и мастером спорта по вольной борьбе и боевому самбо. Ассаламу алейкум, ассалам. Расул, поздравляю тебя с победой на турнире ACA 98, ты одержал ее совсем недавно. Прошел американского файтера Эфраэна Эскудера. Вспомни тот поединок, как ты оценишь свое выступление? Баркал за поздравление. Бой сложился по плану, альхамду виллах. В первом раунде у меня был план такой, тренер поставил мне план. В первом раунде поработать в стойке, и в втором раунде в конце не надо было его переводить в партер. Но, альхамду виллах, все случилось, как мы запланировали. И, правда, в третий раунде он меня перевел, потому что у меня ноги подзабились. Не знаю, почему функционально я был готов, но ноги чуть там подвели меня. В втором раунде уже, в первом же минуте уже начал забиваться, начали забиваться ноги. Поэтому он чуть там не так со скоростью дрался, как сказать. Вот особенно в первом раунде, Расул, ты очень жестко пробивал его. Очень тяжелые удары доносил до цели. Мы знаем, что очень крепкая голова у этого мексиканского бойца. Была ли у тебя задача или ожидание именно нокаутировать его? Или ты понимал, что тяжело будет его уронить? Я видел его бои, я смотрел его бои, он дрался с хорошими ударниками, с хорошими нокаутерами. Ни один боец пока что за 46 боев не смог нокаутировать. Даже я не видел его боя, чтобы его там нокдаун отправили. Но я знал, что будет тяжело, что он будет постоянно идти вперед. У меня первая задача была, чтобы отбить ему ногу, чтобы он не так быстро начал меня срезать углы. Вот поэтому я первый начал бить по ноге. И у меня это получилось там после третьего лоукика, он уже начал там менять стойки. И попадал ему прямо, да, в челюсть попадал. Но у него реально голова крепкая, там челюсть, там железная челюсть у него. Вот так и сложился бой. Бой был очень зрелищным, было очень интересно его смотреть. Вы выкладывались без остатка. И этот поединок заслуженно получил бонус за бой вечера на турнире ACA 98. Когда прошел этот турнир, понимал ли и надеялся ли ты, что вам дадут бонус за бой вечера? Ну, правда говоря, в моем карде было очень зрелищное бойцо. Очень много хороших бойцов, ударников, грэпплеров. Но я не думал, что нам дадут бой вечера. Ну, мой соперник постоянно шел вперед, а я не хотел там уступать ему. Вот поэтому у нас там получилась такая рубка. Из-за этого там лига оценила, что должны получить бонус мы с ним. И алхамдулах, что получил бонус. Я рад этому. Расул, в этом турнире, в этом карде не совсем удачное получилось выступление чеченских файтеров. Ты лишь один из бойцов, представляющих нашу республику, выиграл на том турнире. Что для тебя это значило? То, что ты одержал победу и в какой-то степени отстоял честь республики. И насколько тяжело было тебе смотреть на поражение одноклубников? Правда говоря, я после боя только понял, что все мои одноклубники, которые дрались со мной в одном карде, что они проиграли только после моего боя. До этого я разминался, готовился на бой. Я знал, что два пацана с моего клуба проиграли. Но они были готовы к этим боям. Они усердно тренировались, проходили сборы. Не знаю, не повезло им в ту ночь. Бывают такие турниры, что где-то не получается. Соперники тоже были такие серьезные, хорошие соперники были. Некоторые там чисто из-за ошибок проиграли. Некоторые там пропустили. А так там не было такого, чтобы там дыхалка подвела. Вот такого не было. Чисто неудача вот так. Продолжение следует... Расул, очень интересно узнать, как ты начал заниматься единоборствами, с какого спорта ты начинал и вообще, как у тебя появилась любовь к единоборствам? Когда я был маленьким, мы постоянно ходили в игротеки, компьютеры, Counter-Strike играть. И там мы постоянно смотрели вот эти ролики, бои бесплатно, там такие отрывки, короче, Витер, Белфор, Тито, Ортис, короче, их смотрели. И мне вот с 13-14 лет вот так понравилось вот это все. И в 16 лет я первый пошел в борьбу, в вольную борьбу. Занимался три года. Потом уже хотел перейти в ММА, уже мне стало интересно, потому что у нас в республике уже начали ребята выступать по боям. Я уже начал смотреть, наблюдать за Мамедом Халидовым, там Халиевой и Хаманайо Муса. За ними наблюдал Беслан Исаево. И мне очень понравился этот спорт, вид спорта. И я вот так постепенно начал переходить. И сейчас я уже как 10 лет выступаю. Алхамдуллах. Начинал ты выступать в родном Шали на турнирах из серии «Быстрый». Мы помним, это очень такие памятные турниры, начало развития смешанных боев. Серьезно, ностальгия бывает, когда вспоминаешь. Вот первые бои, Расул, вспомни свои ощущения. Ты человек, который боролся, потом пришел в бои, где бьют, где очень жесткий контактный бой. Как ты себя чувствовал, насколько переживал? Правда говоря, в первый бой я, по-моему, 3-4 дня последние вообще не спал. Я так сильно волновался, переживал то, что думал, что если я где-то, чем-то ошибку сделаю, могу проиграть, попасть на болевой или пропустить. Постоянно такие мысли были в голове, что это было у нас дома. У нас и все мои родственники, все там были, должны были приехать еще. Поэтому я думал, что если я проиграю, как я буду ходить туда-сюда, перед родственниками, перед знакомыми. Правда говоря, первый бой очень сложно было. Морально вообще очень сложно было первый раз выступить. А когда ты почувствовал уже уверенность, какой по счету бой был, когда ты почувствовал уверенность, что вот это мое, я могу драться, я полностью адаптировался к ММА. В 2012 году я поехал в Германию, там жил два года. И когда я там уже начал выступать, я не знаю, почему так. Ну, я вообще не волновался. Когда я ехал на бой, всю дорогу я думал, как мне поднимут руку, как я ему болевой сделаю или как я его нокаутирую. Вот постоянно такие мысли у меня в голову проходили. Я вообще не думал, что я проиграю. Вообще не думал о проигрыше. Постоянно думал о победе. Только о победе, как мне поднимут руку. И с того момента я постепенно начал след за следом вот так выигрывать бои. И получалось у меня там, аль-хамдуллах. Думаю, что уже с 2012-2013 года уже мандраж, типа у нас так говорят, мандраж такого нету, аль-хамдуллах. Ну, просто бывают там некоторые моменты. Может быть, я там пропущу удар или там болевой, там вот попадусь. Такие моменты бывают, но там не такой волны, как раньше. Сейчас, аль-хамдуллах. Да, немецкий этап твоей карьеры, Рассул, ты выступал там довольно-таки долго. Несколько боев выиграл, победная серия у тебя была серьезная. Вот с чем было связано то, что ты уехал туда, то, что ты тренировался там и то, что ты выступал там? Это какой-то перезапуск карьеры был в поисках чего-то нового или что это было? Я давно хотел переехать в Европу, попробовать себя там посмотреть, как я могу там выступать. И вот поехал туда. Сначала я хотел поехать в Польшу, там тренироваться, выступать. И потом там у меня не получилось, потом сразу же переехал в Германию и там нашел зал себе. Ну, нормально, тренера там были довольны. Я провел там несколько спаррингов там с пацанами, с ихними ребятами. Я провел несколько спаррингов, и они там посмотрели, оценили и сказали, будешь выступать за наш клуб, за наш зал, и мы будем тебе делать бои там. Вот так и пошло. А не было ли у тебя вообще планов, Рассул, остаться там, может быть, через какие-то вот эти немецкие залы в UFC попробовать попасть или так далее? Не было ли у тебя? Да, там подряд серия была шести побед, и там был один менеджер, мой тренер с ним разговаривал. Он мне сказал, если ты седьмой бой выиграешь, то я тебя, ну, это, подпишу в UFC. Без разговора сразу подпишу за Германию. Хотели в тот момент, это было в 2014 году, хотели меня подписать, уже я шесть боев выиграл подряд. И если я выиграл бы седьмой бой, то сразу сказали, что вот подпишут. И потом мне пришлось приехать домой, потому что уже, если честно, я сам скучал по дому, по родным, по друзьям там. И хотелось приехать, потом мы договорились с тренером, что я приеду, потом с визой туда, обратно поеду и там закончим вот это то, что начали. И я приехал, потом мне предложили бой, я проиграл этот бой, и все, вот так это осталось после проигрыша вообще. Потом не получилось у меня попасть там в UFC подписаться. Расул, вот если оценивать твою карьеру, у тебя уже больше 20 боев ММА, ты считаешься заслуженно ветераном уже чеченского ММА, потому что мало кто такое количество поединков у нас провел. Вот самый сложный, самый запоминающийся бой, который для тебя стал особенным, вот мог бы ты выделить такой поединок? Самый сложный бой для меня был это с Устаром Магомедом Гаджи Даудовым. У меня с ним был бой, очень сложный бой, потому что, ну он хороший, хороший боец, у него уровень хороший, ударка там, борьба, все у него хорошо, он умеет работать. Думающий боец. У меня с ним получился бой сложный, потому что я сразу подзабился, в первом же раунде сразу подзабился, у меня руки остановились. Хотя начал ты хорошо, я помню тот бой, начало было хорошее. Начало мы там зарубились чуть, но я сразу забился, уже не мог там, короче. Я вот думал, короче, лишь бы он меня вот так вырубил или там что-то сделал, уже надоело мне там, короче. Уже я подзабился, я знаю, что я ничего не могу ему болевой сделать или его нормально ударить или повалить. Ну, короче, вот этот бой мне запомнился самым сложным. Расул, когда вот речь заходила о тебе с другими бойцами, вот очень лестные отзывы о тебе всегда я слышал. Все очень высоко оценивали твои навыки еще несколько лет назад. Тебя называли одним из лидеров в чеченском ММА. Но также есть мнение, что ты не до конца именно в бою можешь раскрыться, где ты не можешь использовать свой потенциал. Согласен ли ты с этим мнением? И если да, то как считаешь, в чем причина? С этим мнением я согласен полностью, потому что я провожу спарринги с хорошими топовыми бойцами с моего клуба, с Республики. Я могу стоять в паре, поработать по плану, вот так разнообразно. Я не знаю, может быть, из-за висогонки у меня не получается. И я бываю полностью заряженным, когда ухожу, но по плану у меня ничего. Только в последнем бою у меня чуть там пошло по плану. А так у меня, не знаю почему. Вот то, что я делаю на спаррингах и то, что я делаю в бою, это большая разница. Вот так вот. А как ты считаешь, как это возможно изменить? Это поменять весовую или где-то психологически поработать? Как ты считаешь? Я думаю, что надо поменять весовую категорию, потому что я много гоняю. Я вот сейчас, вот в последнем бою я скинул 18 килограммов за два месяца. Я реально много гоняю вес. И когда я вот промежуток, что в весе, когда я вешу там 85-86 килограммов, я могу стоять с теми бойцами, которые даже выступают на 84. У них бывает вес там 93-4-5 килограммов. Я могу с ними стоять, я могу держать их удары и бороться могу с ними. А вот, когда я гоняю вес, я не знаю, почему у меня не получается, не так идет. Вот как раз 85 килограммов, это, наверное, тот рабочий вес, с которым полусредневесы выходят на бой. Они показывают на весах 77-600, а в бою на 85 это такая нормальная практика. Я думаю, действительно, Расул, нам будет очень интересно понаблюдать, если ты поменяешь весовую, и, вероятно, там ты раскроешься уже больше. Меншало, меншало. Расул, в конце прошлого года произошло слияние лиг WFCA и ACB. Теперь образовалась организация ACA. Ты уже провел один бой, а также, ну, ты наблюдал, уже 7 турниров прошло за поединками. Как ты оценишь результат слияния этих организаций? Как считаешь, насколько это на пользу пошло? Слияние двух лиг, я думаю, что уже мы вышли на другой уровень, на высший уровень. Я, вот, мое мнение, то, что мы на втором месте в мире, потому что у нас реально серьезные бойцы в каждом весе. И это в лиге Ахмаде были очень серьезные бойцы. И сейчас вот ACB и Ахмад, вот это слияние, из-за этого я думаю, что мы реально на втором месте. И бои получаются очень яркие. Вот предпоследние турниры, по-моему, таких нокаутов, я не помню, что было на каком-нибудь турнире. Очень много нокаутов было и очень зрелищных боев было. Я думаю, что это на самом-то деле на пользу пошло всем. На самом деле я с тобой согласен. Вот эти два турнира, 98-97, один день, которые прошли, на мой взгляд, это самые зрелищные турниры, которые произошли после слияния. Там невероятно просто зрелищный бой. И нокауты, и болевые, удушающие, бои просто вот ваш бой, там, Аптикишел. Ну, много очень хорошего боев было. Твоя весовая категория, если мы говорим о твоих планах, перейти на 7-7, давай тогда начнем с 77. Как ты оценишь этот весовой дивизион? Кого ты там можешь выделить? И может быть, есть боец, который тебе был бы интересен как соперник? Пока что, Сланбек, я об этом даже не думал, что выбрать себе соперника, даже не 100%, что я перейду в 7-7 килограмм. Потому что сейчас я на данное время вешу там 83 килограммов. Если вес там поднимется, я постараюсь держать свой вес хотя бы до 85 килограммов, чтобы не поднялся. Если 85 будет вес, то я могу скидывать. Я могу это быть в весе. Но на 7-7 пока что там смотреть, там, кого-то там себе выбрать такого. И вот таких планов у меня даже мыслей не было. Посмотрим, если перейду, там, не без разницы, с кем я поставлю, там, с ними подерусь. А на 70 раз у вот, как ты тогда можешь 70, как ты кого-то можешь выделить? Может, есть боец, с которым ты давно хотел подраться, там, я не знаю. Во-первых, я уже, по-моему, уже 2 года прошу, как его там, этот мексиканец. Да, вот его я просил, я уже 2 раза просил его. С ним я хотел подраться, потому что он хороший ударник. Я тоже люблю стойки драться, вот, люблю работать в стойке. Ну, у нас, я думаю, что получился очень зрелищный бой. Ну, а сейчас, я, на данное время, хотелось бы мне сделать реванш с Кошкиным. Часто я припоминаю его имя. Короче, но я вот такого там негативного ничего не имею против. Но все равно мне хотелось попробовать против такого сильного бойца опять там сделать с ним реванш и посмотреть на этот раз, что я смогу с ним, как я могу поработать или вот так. Расул, у тебя побед в 3 раза больше, чем поражений. И поражения у тебя были от очень серьезных соперников. Вот какое из этих поражений для тебя получилось самым болезненным? Вот, может быть, ты после него больше всего переживал или где-то ошибку допустил, или где-то случайность, или нелепость какая-то. Есть ли такое? Самое, самое там, это... Самое болезненное, болезненный проигрыш у меня, это был с Кошкиным, потому что я был полностью готов функционально. Я очень много спаррингов провел с ударниками хорошими. Я очень много работал и был готов на все 3 раунда. Мы подрались там с 3 раунда, правда говоря. Ну, в первом же раунде, минута там 57, по-моему, он мне сделал текдаун, и я вот в этот момент, я понял, что у меня ребра сломались. Оказывается, у меня 2 ребра были сломаны. И когда я встал, уже начал ходить за ним, уже я начал задыхаться в бою. Я вот после 1 раунда, я сразу Альберто Дураеву говорю, что он мне кричит всю дорогу там 1 раунда, да пройди в ноги, пройди в ноги. Я ему вот так после 1 раунда говорил, я не могу пройти ему ноги, потому что у меня ребра сломаны походу. Он говорит, да оставь ребра, короче, пройди ему ноги. Потом, вот, в 2 раунде тоже, я реально не мог с ним показать то, что я могу, то, что я делал на тренировках, то, что я делал на спаррингах, и вот это я ничего там реализовать не смог против него, вот в этот момент. Потому что, когда я его убил, когда он меня убил, нереально было так, жуткий бой такой, и задыхал себя тоже. Ну, и мне вот этот бой, проигрыш больше запомнился, потому что я знаю, что я смог бы показать лучший бой с ним. Ну, что же, Андрей Кошкин возвращается в конце года, вероятно, ваши пути пересекутся. Надеюсь на это. Вы в одном дивизионе, если ты останешься. Расул, ну и о твоих дальнейших планах хочется узнать. Ты провел очень тяжелый бой. Наверное, тяжелее, чем бой была, подготовка, висогонка, этот процесс. Естественно, тебе требуется время, чтобы отдохнуть, восстановиться. Когда ты будешь, по ощущениям, готов вернуться в клетку? Я, скорее всего, я в следующем году уже, в начале я уже буду просить себе бой. Я буду готов в начале следующего года, иншалла. Надеюсь, что дадут мне бой. И подерюсь любым, кого мне дадут. Расул, твои бои всегда получаются очень зрелищными. Мы любим смотреть твои поединки. С нетерпением ждем твоего возвращения. Желаем тебе удачи, хорошо восстановиться, хорошо отдохнуть. Ну и, конечно же, спасибо тебе, что принял участие в нашей программе. Было очень интересно пообщаться. На этом, уважаемые друзья, у нас все. Спасибо за внимание. Занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни. Ну и, конечно же, не пропускайте наши следующие программы. Увидимся, как обычно, ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова